Первый рейс с паломниками из Дагестана уже вылетел в Саудовскую Аравию. До наступления времени хаджа верующие будут находиться в Медине. В священном городе паломники посетят святые места и будут совершать обязательную молитву в мечети пророка Мухаммада. Мира ему и благословения. Хадж – одна из заветных целей любого мусульманина. Первый рейс с дагестанцами в этом году уже направился в священные земли Мекки и Медины. Всего количество первых паломников составило 250 человек. Конечным пунктом назначения для них будет город Медина, где по прилете они расположатся в гостинице. Сейчас они, значит, приедут в город Акаба. После этого они на автобусах доедут за 18-20 часов до Медины. И дальше их принимают уже наши ребята, которые находятся в Медине. Они их сопровождают до гостиницы. Они могут отдохнуть, после этого совершить зиарат пророка Мухаммада, и дальше уже заниматься своим богослужением. Принять участие в столь важной поездке – неописуемое счастье для каждого. Многие из паломников едут в Хадж впервые. Переполненные радостными эмоциями, предвкушая воочию увидеть святые земли, они с трудом находят слова, чтобы поделиться своими впечатлениями. Если честно сказать, не верится, что езжу в Хадж. Десять лет, как мечтаю, езжу в Хадж. Очень большая милость от Всевышнего попалась. Впечатления такие, что до сих пор не верится. В Хадже немаловажна и работа СМИ, которые на протяжении всего сезона паломничества будут держать нас в курсе событий. Как и каждый год, наш телеканал направил святые земли в съемочную группу с особой миссией – осветить весь Хадж 2017 года. Мы совмещаем полезное с приятным, если можно так сказать. То есть мы выполняем весь свой дом сурманский, ритуальный. И в то же время будем производить съемки. в Медине, в Мекке. Я надеюсь, следите за обновлениями Инстаграма, в ННТ. Нам нужно дать такие короткие Инстаграм-трансляции, мы это сделаем. Потом мы… у нас есть определенные обязательства перед компанией «Марватур». Это съемки нескольких файлов об организации, о сервисе, о том, как проходит сам обряды Хаджа. Остается только пожелать счастливого пути всем паломникам. А нам лишь придется надеяться, что в следующем году нам посчастливится оказаться из числа верующих, совершивших Хадж. Абдулла Аливер Магомед, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.